С этого года Министерству имущественных отношений и Росреестру поставлена задача провести верификацию данных о земельных участках в садовых товариществах. Это национальная программа по созданию пространственных данных, когда необходимо подтвердить сведения об учете регистрации прав на объекты недвижимости в Росреестре и в налоговой базе. Сейчас мы проходим по результатам сопоставления этих баз. У нас выясняется, что имеется значительное количество земельных участков и объектов недвижимости, которые в подавляющем большинстве находятся на территории СНТ, которые необходимо найти собственников этих земельных участков, которые находятся на кадастровом учете и не имеют прав зарегистрированных государственных в ЕГРН. И, естественно, провести мероприятие по внесению этих сведений. На территории городского округа Пушкинский почти 5000 таких объектов. Эти права у людей надо защитить. Обращаются за помощью к председателям, чтобы они помогли найти собственников и согласно процедуре закона бесплатно внести эти сведения. Таким образом верифицируются сведения в Росреестре и бюджет получает дополнительные налоги. Сейчас что выясняется? Что в ходе вот такой работы мы выясняем, что уже права зарегистрированы. Это дубли. Их надо убирать из системы учета, потому что они действительно не нужны. И, с другой стороны, мы выясняем, действительно, появляются те земельные участки, которые недооформлены права людей, что люди не ведут хозяйственную деятельность. Вопросто говоря, умерли, нет наследников, некому вступить. Эти участки стоят заброшенными. Сейчас на законных основаниях можно снять с кадастрового учета и через муниципалитет ввести в новый хозяйственный оборот. С аукциона предоставить новым садоводам. Госпрограмма рассчитана до 2027 года. Также на встрече обсудили и другие вопросы. Проблемы с вывозом мусора. Зимой дачники, что не приезжают на участки, не хотят платить за вывоз мусора. А рекоператор поднял цену и изменил график вывоза. То есть они оплачивают за воздух. Вот эти конфликты такие. Мы собирались два раза у нас, вот эти садоводы, в союзе садоводов, приглашали их сотрудников, специалистов, чтобы они объяснили. Вопрос взяли на контроль. Также обсудили, как обустроить быт и проводить экологические мероприятия. И как провести электричество. Теперь оно в СНТ будет по цене, как в деревне. Анастасия Спирина, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа.